Карьеру я не завершал. Если захочу объявить об этом, вы обязательно об этом узнаете. Рассматриваю предложение, тренируюсь дома в Красноярске. Больше мне сказать нечего. Сообщил журналистам в конце октября Александр Сёмин. Нападающему 37 лет, но на высшем уровне мы не видели его игры уже довольно давно. Не будет преувеличением сказать, что можно подвести итоги карьеры одного из самых одаренных нападающих своего поколения. Фоксы, хотим порекомендовать вам Хоккей Хистори, шоу на хоккейном канале Спорт 24. Здесь вспоминают яркие события прошлого, интересно о них рассказывают и удивляются, каким наш вид спорта был раньше. Великие матчи, легендарные голы, громкие скандалы, яркие и трагичные судьбы. Третьяка Харламов, Фетисов и Буре, Овечкин и Малкин. Много героев и куча интересных историй про них. В очередном эпизоде трагическая история советского вратаря, которого считали наследником самого Владислава Третьяка. Как променять большой талант на бутылку? Грустная тема в авторской программе Артёма Гаева. Смотрите видео по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Хоккей Спорт 24. Ну а теперь к теме выпуска. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Александр Сёмин родился 3 марта 1984 года в Красноярске, где и делал свои первые шаги в хоккее. 15 лет он покинул родной город и двумя годами позднее дебютировал в суперлиге в составе трактора. В 2002 году Сёмин уже тренировался под началом Петра Ильича Воробьёва в Тольяттинской ладе. Мэтр считал Александра одним из самых талантливых и неординарных хоккеистов, с которым ему когда-либо приходилось работать. И даже позволял нападающему творить вне системы. Такое признание говорит о многом. В том же 2002 году Вашингтон Кэпиталс выбрал Александра Сёмина под 13 номером драфта. Дебют в составе столичных пришёлся уже на следующий сезон, в котором нападающий набрал 10 плюс 12 в 52 играх. А дальше случился локаут и возвращение Владу. Потом, по старой русской традиции, у тольяттинцев случились проблемы с деньгами, да и у самого Сёмина возникли проблемы с прохождением обязательной военной службы, и он не мог вернуться за океан. Таким образом, сезон 2005-2006 он доигрывал уже в подмосковном Химике. Основной этап карьеры Сёмина пришёлся в период с 2006 по 2012 годы, когда он защищал цвета Кэпиталс. В первом же сезоне Александр вывел 73 очка в 77 матчах. Лучшего начала и представить себе было сложно. В дальнейшем Сёмин был довольно результативен в регулярках, хотя может показаться, что своих очков он всё равно не добрал. По распространённому мнению, причиной могла послужить тонкая творческая натура нападающего. Сёмин, как человек настроения, не всегда показывал тот высочайший потенциал, который был в нём заложен. Можно подумать, что нападающий таким образом копил силы на плей-офф, но жизнь показала, что с играми на вылет дела обстояли ещё хуже. Казалось бы, по очкам был лучший плей-офф 2009 года, где Сёмин набрал 14 баллов в 14 встречах. Но цифры обманчивы. Ключевая серия против Питтсбурга была наглухо провалена. 0 голов и минус 6 в графе показатель полезности. В остальных сезонах результативность Сёмина в плей-офф была ещё хуже. Игры на вылет – особое испытание для хоккеиста и прежде всего психологическое. Не каждый способен выдержать давление и показать себя на 100%. Особенно натуры творческие, к которым мы и относим Александра Сёмина. Вполне возможно, именно психологической подготовки и не хватило ему в этих матчах. Ведь на заказ включить магию в обстановке хоккейной бойни архи-сложно. Это не матчи регулярки, в которых можно регулировать свой режим по собственному желанию. В плей-офф пашут все, и даже самые деревянные защитники готовы костьми лечь, но не дать нападающему соперника пройти к воротам. К такому уровню сопротивления Сёмин был, к сожалению, не готов. Противопоставить этому мнению можно один знаковый турнир со сборной России. Речь о чемпионате мира 2008 года имени гола Ильи Ковальчука. Мы все помним эти эмоции после победной шайбы в овертайме. Но штука в том, что это был лучший турнир Александра Сёмина в форме сборной страны. Он стал первым бомбардиром команды с 13 очками, а в финальной игре набрал 2 плюс 1. Да, у Сёмина там тоже был дубль, но о нем частенько забывают. К сожалению, столь яркое выступление в составе сборной России у Александра тоже было лишь одно. После окончания контракта с Вашингтоном, Александр Сёмин взорвал хоккейное медиапространство новостью о том, что будет играть за родной Сокол, выступающий в ВХЛ. Нападающий провел в Красноярске 4 матча, резко увеличил интерес к команде, но вскоре уехал на повышение в КХЛ, в Нижегородская торпеда. А затем опять начались Сёминские американские горки. Прекрасный первый год в составе Каролины с графиком очко за игру, а потом резкий спад и окончание зекенской карьеры в Монреале. Возвращение на родину в Магнитогорский металлург и победа в Кубке Гагарина. Затем повторное возвращение в родной Красноярск, переход в Витязь и ежегодное падение результативности. Александр Сёмин – невероятно противоречивый хоккеист. Слишком контрастны его взлеты и падения. Невероятно огромны были его талант и потенциал, но их реализация была на низком уровне. Мы запомним Сёмина одновременно и вот такими голами Каролини. И вот такой дракой с Марком Сталом, если это вообще можно назвать дракой. Результативные регулярки сменялись провальными сериями плей-офф. Краткосрочные контракты мотивировали на высокую работоспособность, долгосрочные на облегчённый режим. И так было во всех хоккейных аспектах. Сплошная синусоида. В молодости наш герой ещё мог переключать режим с экономичного на всеуничтожающий. С годами тело уже не могло позволить себе такие перестроения. Невероятный креатив, светлая голова, снайперские таланты. Все эти качества проиграли внутреннюю борьбу лени и отсутствие спортивных амбиций. Никто не поставит под сомнение тот факт, что Александр Сёмин любил играть в хоккей. Но, к сожалению, для достижения высоких целей, одной любви к игре недостаточно. Как настоящий художник, Александр лучше всего творил, когда его посещало вдохновение. И в эти моменты он был лучшим игроком на планете. Как же жаль, что мы не поняли его творческую натуру. Как же жаль, что он не принял правила игры большого спорта. Мы желаем Александру завершить карьеру на тех условиях, на которых он хочет. Продолжать получать удовольствие от игры и успехов в послеигровой жизни. На этом всё. Пишите в комментариях ваше мнение об Александре Сёмине и делитесь лучшими, на ваш взгляд, моментами из его карьеры. Если вам понравилось это видео, ставьте свой вдохновенный хоккейный лайк, подписывайтесь на наши основные лайв-каналы, а также на Инстаграм и ТикТок. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч. Пока.